И тем не менее, мы считаем, что каждый писатель должен уметь искусно взять бумажку, только что написанную, листы, сказать, плохо. Бывает же вот такое, когда написали, писали плохо. Вот они, эти бумаги, скомкать, понимаете, этот лист и швырнуть его в мусорную корзину. Вы умеете? Ну, я пользуюсь, конечно, скорее клавишей delete, но умею. А вот у нас олдскульно все будет. Вот бумага, вот корзина. И на этих листах я вам сейчас расскажу, что это. Это очень интересно, кстати. Возможно, даже мы сейчас спасем кого-то. Значит, есть действительно настоящая литературная премия, она реально существует, я его тоже с удивлением узнал, которую вручают за самое худшее, самое какое-то банальное, неинтересное, тупое начало какого-то литературного произведения. То есть там, где дальше первые строчки, можно дальше уже, собственно, и не ходить. Вот они. То есть это, вот то, что здесь, это не мы придумали, это реальное начало каких-то литературных произведений. Вот прочитайте и скажи, это правда так плохо, можно ли это исправить как-то, или действительно это надо скомкать, и тогда мы будем пытаться закинуть их в корзину. Она устремилась в мой офис, надев платье, которое прилипло к ней, как целлофан к неряшливо разделанной свиной рульке. Ну, это, конечно, чудовищно. Человек какой-то сидел, писал. Ну, это, конечно, чудовищно. Можно поправить? Нет, ну, нет, поправить можно все. Поправить можно все, этот текст тоже можно поправить, но, по-моему, это не имеет смысла. Все, комкой бросаем. Давайте, сейчас, внимание. И, ага. Есть. Бинго! Вы все-таки практикуете, но я бы судить. Глазомер хороший. Да, хорошо. Стэнли выглядел скучающим и довольно отстраненным, но пингвины часто такие. Это хорошо. А мне нравится, да. А что-то плохого? Мне нравится. Все, кладем сюда, под черновик. Да, я даже не знаю, пингвины этот Стэнли или нет, но все равно это хорошо. Да, пингвины часто такие, отлично. Мне тоже понравилось, кстати. Как передержанный бифштекс, обрамленный помидорами и творогом, крупные останки Санта-Клауса лежали на полу отеля. Крупные останки. Ну, как-то вот... Если бы вот просто останки Санта-Клауса, было бы неплохо, но крупные останки. Крупные останки, обрамленные помидорами и творогом. Нет, ну это... Нет, да? Нет, это нет. Так, внимание. Санта-Клауса бросать еще не приходилось. Неплохо, неплохо. Мы потом подложим первый тот дубль. Это бы так и было, но не было. А неплохо, кстати. В какой-то ситуации эта фраза могла бы сработать. Оставляем. Мы только что спасли две карьеры у вас на глазах. То есть, понимаете, я бы, конечно, это бы так и было, но этого не было. Так бы лучше прозвучало. Оставляем, неплохо. Ну, это не то, что хорошо, но в определенной ситуации это может прозвучать. «Компьютер, отдавая предпочтение поиску собственного счастья, прекратил работать на людей». А это интересная штука. Вот вы сейчас скажите, что вы думаете об этой фразе. Я знаю, откуда она. «Компьютер, отдавая предпочтение». Ну, я думаю, что это очень плохой перевод, на самом деле, наверное. Ну, относительно близко. Но эта фраза вот совсем бездарна или в ней есть... И черт, это начало романа. Вы знаете... Это первая строчка. Я бы сказал, что так могли бы писать в 60-е годы. Сейчас нет. Ну, можете себе представить, о чем, в принципе, этот роман в целом? Про искусственный интеллект. Не знаю. Что любопытно. Я бы расскажу историю этой строчки. Фраза не очень удачная. Ну, выкидываем или есть надежда у этого автора все-таки? Дадим ему шанс? Я бы все-таки выкинул. Вот. Одна... Он запомнит это. Он это запомнит. Потому что эти записи, мы же в онлайн, он их прямо сейчас, возможно, смотрит и видит. Наверное, известные-то люди все. Хуже. Хуже. Этот роман написан искусственным интеллектом. Ну, вот это тогда можно, конечно, улучшить чуть-чуть. То есть, понимаете, опа, блестяще, прям в корзиночку. То есть, сейчас просто задумайтесь. То есть, компьютер, не компьютер, искусственный интеллект, это все-таки нечто большее, да? Попросили написать книгу, вложили в него кучу там знаний и данных. И первая строчка в романе, который написал искусственный интеллект, звучит следующим образом. Еще раз. Компьютер, отдавая предпочтение поиску собственного счастья, перестал работать на людей. Это первая строчка первого романа, написанного искусственным интеллектом. И вы еще спрашиваете, поработят ли нас роботы. Ребята, они уже книги об этом пишут.